С началом лета заметно оживился малый бизнес. Не каждый горожанин имеет возможность выехать на природу. Вот тут-то предприимчивые люди и предлагают свои услуги в городских парках. Как грибы после дождя растут в них торговые палатки, а для самых маленьких горожан всевозможные детские аттракционы. К сожалению, не всегда эти развлечения появляются на законных основаниях. Порой предприниматели открывают свое дело, не имея на руках никаких документов. Как избавить зоны отдыха от незваных торговцев, будем сегодня разбираться. Добрый вечер. Это программа «Качаем права». Представляю наших гостей и экспертов. Марина Вайкун, неравнодушный житель Екатеринбурга. Дарья Сазонова, помощник прокурора Ленинского района Екатеринбурга. Алексей Леонов, главный специалист сектора организации торговли комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Присоединяйтесь к нашему разговору на сайте екбург.тв, звоните в скайп и по телефону прямого эфира 376-45-88. Итак, одна из точек общепита, вызвавшая подозрение жителей в Торчермете, появилась в парке имени Чкалова. Наша съемочная группа побывала на месте и убедилась, что тревога горожан не напрасна. Давайте посмотрим сначала сюжет. Дым от шашлыков, распитие спиртных напитков, шумные компании исходят из этого шатра. Такое соседство с детской площадкой жителей в Торчермете категорически не устраивает. Сейчас каникулы, поэтому в парке Чкалова всегда многолюдно. Здесь гуляют дети. Поэтому в качестве прикрытия точки общепита предприниматели используют батут. Однако мамочки не спешат прыгать от радости. Я лично против этого. Если бы стоял один батут без вот этого, я бы еще, может быть, не была бы против. Но как бы ребенок у меня еще по возрасту для него маленький. А то, что вот поставили кафе, это я совершенно против. Против питейного заведения и пенсионерки. Женщины считают, что посетители и сотрудники кафе разведут в парке антисанитарию. Это несовместимо. Тут и, наверное, курить буду, тут и пиво пьют, тут и... Я не знаю. Нет, наверное. Где пиво? Там же в туалет. Туалетов мы здесь не видим. Ясно. Около кустов пойдут. Законно ли они здесь устраивают пикники? Работники заведения нам объяснить не смогли. Пообещали вызвать хозяина. Но никто так и не приехал. Зато из шатра исчезло шашлычное меню. Коммерсанты затихли. Пройдя по кабелю, проложенному по деревьям, мы вышли к источнику питания. Оказывается, предприимчивые кулинары подключились к электролинии частного сектора. Жители уже оповестили об этом районную администрацию, которая приняла меры. По точке общественного питания в парке имени Чикалова разрешения документации собственникам представлено не было. В соответствии с этим, как бы, вынуждены выставить предписание о ликвидации данной точки из этого объекта. Если собственник не сделает это своими руками, ему помогут правоохранители. Да еще выпишут солидный штраф. Правда, не исключено, что шашлычники просто переберутся в другой парк. Поэтому более эффективно положить конец незаконному предпринимательству сразу обратиться в полицию. Этот репортаж мы снимали неделю назад. Марина, как постоянный посетитель парка? Скажите, вот какова ситуация на сегодня? На сегодняшний день ситуация несколько улучшилась. В том плане, что убрали киосок, где у них были пиво, шашлыки и все такое. Его убрали довольно срочно после вашего репортажа. Но надувной батут остался. Дети там занимаются, прыгают. И, в общем-то, никакого сдвига в этом отношении нет. Люди чувствуют себя очень уверенно, кто установил все эти трансферы. На контакт не идут с нами. И до сих пор питаются от кабеля своего, питаются от столба. От нашей горелекросети. Как это противорием? Понятно. Так, Алексей, с палаткой понятно, что торговля запрещена. Её убрали они достаточно быстро. А вот на установку детских аттракционов, этот батут, требуется какое-то разрешение? У нас в администрации города, безусловно, есть комитет по организации бытового обслуживания, который определяет порядок размещения детских кривых площадок на территории города и выдаёт соответствующее разрешение. Что касается объекта, про который был репортаж, он дозначно незаконен. Потому что, я уверен, почти на 99, на 100%, что территория, земельный участок, находящийся под парком Чикаго, это муниципальная собственность, переданная безвозмездное пользование. И любые манипуляции с этой землёй незаконны. Касаемо же торговых объектов, у нас есть постановление администрации города, которое мы выпускаем ежегодно. Это схема размещения нестационарных объектов, в которой определены все места размещения торговых точек, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, коим можно отнести аттракционы на очередной год. И в схеме на 14-й год этих объектов нет. Понятно. Ну вот, Дарья, скажите, есть предписание освободить? Вот они убрали частично. Значит, ну вот, насколько Марина говорила, что обращались к участковому ещё, да? Участковый не помог. Ну, Алиса Юрьевна нам объяснила, что детям весело, пусть они развлекаются, аттракцион вам не мешает в парке, а спиртные напитки, я распорядилась, уже убрали. И письменное заявление насчёт этого инцидента она принимать отказалась. Это участковый, да? Да, участковый. Женщина просто, да? Понятно. Вот, Дарья, скажите, здесь прокуратура может вмешаться в данном случае? То есть, получается, в данном случае идёт бездействие со стороны сотрудников полиции, в частности, вот, участкового, о котором вы только что говорили. Я считаю, что в данном случае необходимо обратиться в органы прокуратуры, уже конкретно по месту нахождения, то есть, скорее всего, в прокуратуру Чикаловского района, с заявлением о бездействии сотрудников полиции. Поскольку предписание администрации не исполняется, точка до настоящего времени функционирует. Поэтому, считаю, необходимо наступить именно таким образом. Хорошо. Значит, Алексей, скажите ещё, вот, с сотрудниками администрации всё было правильно сделано? Может быть, нужно было... Абсолютно правильно. Поясню немного. У нас выработан определённый механизм в части выноса инстационарных объектов, коим, в принципе, можно отнести и летнюю веранду, летнее кафе, про которое мы говорим. Алексей, извините, я вас перебью. У нас есть звонок от телезрителя. Алло, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже выставительница Чикаловского района. И я смотрю ваш прямой эфир. И по поводу вот этого парка Чикаловского. Вот почему у нас там правоохранительные органы не ведут работу? По праздникам творится полнейшее безобразие. Люди делают шашлыки, рубят деревья, заезжают прямо на территорию этого парка на машинах, на машинах, большими компаниями. Почему никто не следит за этим? Скажите, а вот вы как житель, вы обращались в полицию? Нет, вы знаете, я не обращалась пару раз, пыталась дозвониться. Ну, видимо, неправильно номер телефона набирала. У меня просто-напросто шел так, ждите ответа, ждите ответа. Угу. Понятно. Ну, Дарьяш... Но, понимаете, дело в том, что это же, они не скрываются ни от кого. Хорошо, мы вас поняли. И вот этот киоск, который, вы говорите, общепитовский, он уже не первый год у нас стоит. В позапрошлом году стояла там точка. Ну, вот в этом же году точку уже убрали. Да, в этом году убрали. Но нет, вот меня вот это возмущает. Почему за охраной парка никто не смотрит? Ну, понятно. Дарья, вам есть что сказать? Ну, в данном случае я хочу сказать в первую очередь о том, что органы прокуратуры по закону о прокуратуре осуществляют надзор только за коммерческими предприятиями, за индивидуальными предпринимателями и за иными государственными учреждениями. Надзор за физическими лицами на органы прокуратуры не возложен. Поэтому необходимо обратиться в органы полиции по факту устраивания таких мероприятий в общественном парке. Мы обращались неоднократно. Лично я всегда звоню по номеру 102. И мне клятвенно заверяют, что экипаж уже уехал. Ни одного никогда экипажа не было. Единственный раз мне перезвонили из другого отделения полиции и им дали неправильную информацию, что это нам, он с на парке Калал. Они тут же отзвонились, но сказали, это не наша территория, передадим 12 отделение полиции. Никто никогда не ездит, не связывается потом, не спрашивает, было ли заявление. Такое впечатление, что в никуда это всё не зависит. Но вот именно в данном случае, когда уже органы полиции бездействуют, вот именно тогда и нужно обращаться в прокуратуру с соответствующим заявлением. Как бы иной ситуации здесь быть не может. А вот как доказать, что они бездействуют? Потому что звонки, никаких бумаг, ничего нет? Нужно обращаться в первую очередь к ним в письменном виде, чтобы они вам по итогу какое-то приняли решение по вашему обращению. И вот уже с этим ответом необходимо обратиться в органы прокуратуры, если вы не согласны с принятым решением. Хорошо. Ну вот есть такое предположение, что пока это всё управляется официально, письменно, эти люди, значит, уже отгуляют и уйдут. И вроде опять полиция приедет, никого нет. Всё же упирается в сроки. Да, что это вот как-то оперативно бывает. Сколько мы инстанций уже оповестили об этом? Буквально на третий день, как появилась эта конструкция, мы оповестили массу инстанций. И Чкаловскую администрацию, и Горлесхоз, и Комитет по экологии, который трубку не брал, но Горлесхоз поклялся, что им перезвонили. И мы оповестили Горлесхоз. Ничего, две недели прошло такое ощущение, что людям наплевать, что у них крадут энергию, что на территории парка происходят вот такие вещи. Неизвестно, что это за люди там установили. Есть ли у них какие-то медицинские осмотры. Они работают с детьми. Может быть, они больны какими-то опасными заболеваниями. Туберкулез, ещё какие-то вещи, которые могут передаться детям. Травматичность там очень велика на этих аттракционах. Кто будет отвечать, если ребёнок получит травму? А не просто, в первом же возможном случае, всё сдуют и за пять минут уедут. И опять всё останется. Кто будет лечить ребёнка потом, если не дай Бог, что случится? Это, конечно, крайняя ситуация, крайний случай. Но это не исключено, что это может случиться. Действительно, эти люди уйдут. И что, кто будет отвечать? Никто не найдёт их. Алексей, на Ваш взгляд? Такая вероятность существует, она достаточно высока. Поэтому, на мой взгляд, самая велика вероятность – это нужно обращаться в администрацию либо города, либо в администрацию района, чтобы они совместно с сотрудниками полиции осуществляли рейд и уже по факту на месте составляли акт уведомления, все необходимые протоколы. То есть уже по существу. Без предупреждения остальных органов. Потому что, к сожалению, информация может просочиться и до предпринимателей. Я думаю, да. То есть тут нужно искать причину, я думаю, в этом. Начиная с участкового, с работников тех же администрации района. То есть в этом причина, мне кажется. Алексей, вот вернёмся к вопросу, на который Вы начали отвечать. Я перебил звонок зрителя. Что по данному случаю в парке Чкала всё ли было правильно сделано? Может, ещё какие-то меры можно было? Я начал пояснять тот механизм, который у нас уже действует, который мы разработали совместно с Управлением Министерства внутренних дел по городу Екатеринбургу, который был согласован с прокуратурой города. Он касается выноса незаконно размещенных нестационарных объектов, которых, к сожалению, в том числе и в центре города очень много. Этот механизм подразумевает под собой, во-первых, установление собственника, кто поставил этот объект. Эта задача ложится на плечи органов полиции. Затем мы договариваемся с электросетевой компанией, договариваемся с нашей организацией-подрядчиком, кто предоставляет нам технику и место для хранения. И в обозначенный момент мы выезжаем, сотрудник полиции составляет протокол по статье 7.1 КОАП за самовольное занятие земельного участка, составляет протокол изъятия объекта, мы его грузим и увозим на штрафстоянку. И в дальнейшем человек, в отношении кого составлен административный протокол, должен явиться на фронт за 74, как сотруднику полиции непосредственно, кто составлял этот протокол, и пройти всю процедуру до конца. Таким образом, мы изымаем объект как минимум на месяц, на полтора. А он его как? Выкупает или штраф платит? Он обязан платить штраф. Если это физическое лицо, то от 500 рублей до 1000. В случае, если это юридическое лицо, у нас такие прецеденты были, это штраф до 20 тысяч рублей. Только после оплаты штрафа и предоставления документов об оплате на штрафстоянке, он сможет забрать его обратно. Понятно. Но вот здесь штраф, конечно, для предпринимателя смешной. То есть, вот, кстати, сюжет у нас прозвучал, но это я не сам придумал, а это мне вот сказали сотрудники районной администрации о том, что выгоняешь его из одного парка, он идёт в другой. Вот если его второй раз поймали, то есть рецидив случился, здесь как-то ужесточительное наказание можно? Предусмотрено это? Не смогу прокомментировать. Дарья, а вы? Я тоже, вот, санкции статьи 7.1 нужно смотреть, но, по-моему, там штраф, да. Тысячу рублей максимум. Максимум тысячи рублей, даже второй, третий раз, да, то есть он так и будет, вот, всё лето ходить по городу с палаткой. Понимаете, мы же должны понимать, что есть такие парки, как, допустим, парк Маяковского, который является муниципальным бюджетным учреждением культуры, он вправе сам заключить договор аренды с любым предпринимателем, юридическим лицом? Нет. Если заключён договор, нет вопросов. Другое дело, когда люди приходят сами, вот, сами просто занимают, да, не имея договора аренды. Вот мы же выяснили. Самовольно. Да, самовольно. Не имея ни документов, пришли и начали торговать. Допустим, телевидение их сняло, там, или полиция приехала проверить, всё, свернулись, ушли. И появились в другом парке. Если есть общественный резонанс, если привлекать телевидение, прессу, к этому, органы полиции уделят особое внимание этой проблеме и организуют патрулирование возле этого парка. То есть, возможно, так? Ну, это, конечно, приятно, что пресса может как-то влиять, но, с другой стороны, мне кажется... А горелектросети почему не реагируют? У них воруют столько энергии. Они нам присылают квитанции на какие-то там общедомовые нужды, мы вынуждены оплачивать. Так получается, что вот такие объёмы сворованной энергии вообще для них что-нибудь?